Схема преступления была отработана детально. Преступники действовали слаженно и молниеносно. В ночное время злоумышленники путем отжатия пластиковых дверей с помощью монтировки проникали в магазины, где находились платежные аппараты. Несмотря на вес в 60 килограммов, преступникам хватало нескольких секунд, чтобы вынести платежный аппарат. Затем его перевозили в легковом автомобиле на некоторое расстояние, извлекали из терминала все деньги, а от самого корпуса избавлялись. По имеющей оперативной информации к настоящему времени известно о совершении ими более 16 аналогичных преступлений, которые в течение порядка около 2-3 месяцев они совершали на территории города Воронежа, именно начиная где-то с октября 2013 года. Полицейские долгое время собирали свидетелей и устанавливали подозреваемые. В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигуранты были задержаны при совершении очередного преступления в одном из магазинов. В начале января сотрудниками управления уголовного розыска была получена оперативная информация в отношении преступной группы, которая специализируется на совершении краж терминалов из торговых точек, терминалов оплаты. Значит, 15 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данные лица были задержаны с поличным при совершении очередного преступления. Все задержанные оказались жителями Воронежа. Двое из них ранее были судимы за совершение преступлений имущественного характера. Похищенные денежные средства подозреваемые тратили на приобретение наркотиков, так как имеют постоянную наркотическую зависимость. По фактам краж возбуждены уголовные дела, а в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений и причастность задержанных к другим аналогичным кражам.